Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! В сегодняшнем видео речь пойдет о пяти моих новинках. До того, как начать видео, я хочу поблагодарить своих подписчиков за такие прекрасные комментарии. Большое спасибо! Мне очень приятно читать. Ну что, начнем. Это вот мои пять новиночек. Это трахелоспербум, гибискус. Здесь вот два вида, два сорта. Один вот такой вот розово-желтый, какой-то такой, знаете, как персиковым оттеночком. И этот вот с красным будет, второй, рядом с ним. Ну, я их буду вместе сажать. Вот такая новиночка у меня. Клеродендру. У Олеча. Вот такой вот отросточек я приобрела. Так, следующее. Дуранта. Очень красиво цветет. Вот такая Дуранта. И Хоя, сорт Белла. Ну, он тоже такой еще маленький. Здесь вот у него пошел рост уже. Очень красивое растение. Ну, я прям сейчас немного расскажу о каждом растении. И буду их пересаживать. Так, как они уже недельку у меня перекочевали в этой таре. Как бы вроде вот у меня трахелоспербум уже и растита стал. У него прям уже и бутончики у меня новые появляются. И буду рассказывать об этом растении. Начнем с этого растения, которое называется трахелоспербум. Это вот такое ветвистое растение. Он очень хорошо пускает вот эти усы. И вот сразу образует цвет. Пахнет таким, знаете, каким-то ванилькой такой. Ароматик такой легкий, в общем-то. И вот у меня я приобрела азиатский. Вот азиатский и еще у нас продают жасминовидный. Вот в чем отличие, я скажу сразу. Жасминовидный, он вырастает примерно до метра восьмидесяти. Он более такой компактный, скажем так. А вот внешний не отличается. И жасминовидный, он идет как бы больше для комнат и квартир. Ну, оранжерей, скажем так. А вот азиатский можно высаживать даже и в сад. То есть он переносит температуру до минус пятнадцати. Ну, также можно и в оранжереях выращивать. В общем-то, он такой. Родина происхождения этого красавца. Это Япония, Китай и Южная Корея. А размер азиатского, он, конечно, в природе достигает шести метров. То есть шесть метров в длину и шесть метров в ширину. То есть если его не стричь, то он может вообще просто разрастись большим-большим кустарником, таким, знаете, бьющимся. Это вообще, да, это кустарник. У него вот здесь вот веточки такие, они уже покрылись древесиной. Почву он любит питательную, но такую, знаете, рыхлую, чтобы водопроницаемую. Чтобы вода не застаивалась, его очень легко подгнить ему корешочки. А попить он любит. Я уже это поняла. Это растение я покупала в садовом центре. У меня даже есть видео по цене 450 рублей. Сейчас буду его переваливать в горшочек. Землю сегодня я буду использовать свою. Сегодня специально съездила в лес и накопали вот такой вот земли. Все пропустила через сито. Убрала все эти всякие корешочки. Земля такая прям, ну хорошая земелька. У нас, правда, вчера дождь целый день был. Она такая, ну вообще вот прям, смотрите, мне прям нравится. Просто такую землю у нас не купишь в магазинах. Сейчас я вот разведу для этого трахелоспермума землю. Так, вот одну часть вот такой земли добавлю лесной. Ну вот потихонечку сюда добавлю перлита. Ну и перелесный уголь немножечко положу. И добавлю сюда еще торфа верхового. Ну, чтобы такая более пушистая земля была. Вот так. Достаточно. Сейчас все это перемешаю. Да, можно еще земельки такой лесной сюда добавить. Да, конечно, получается красивый. Хочу попробовать для эксперимента адениум посадить. Также добавить разрыхлители разные. И хочу посмотреть, как он будет расти. Чисто для эксперимента. А то вдруг ему понравится. Очень такая рыхлая почва. Хорошая. Думаю, растениям понравится. Оно даже, знаете, пахнет вкусно землей. Ну, это у меня получается такой универсальный грунт. Я думаю, в этот же грунт сейчас посажу их такой всех, наверное, моих. Вот видите, как хорошая земля такая. И хочу еще туда чайную ложку вот так вот на это все. Добавить удобрение. Чайную ложку. А смокод уже заканчивается. Надо будет заказывать. Ну, так вот, чтобы он распределился по всей. Вот так вот. Думаю, чтобы не перебрать. Такой очень питательный грунтик приготовила. Вот, выбрала я ему горшочек вот такой вот. Получается вот. Как раз вот пальчик здесь вот так вот вокруг проходит. Насыпала туда уже керамид на дно. И теперь добавлю грунт. И буду его доставать. Ну, методом перевалки. Подавить маленько горшочек. Он уже там корнями вот здесь вот вылез. Получается. Выдавить его не получается. Ух ты. Придется разрезать горшок. Он не хочет выходить из своего домика. Ну, чтобы не повредить ему корни. Будем аккуратненько вот так вот. Вот, посмотрите, какая у него корневая. Вот видите, у него там какие корешочки. Сейчас я ему здесь примерочку сделаю. А, вот, вообще хорошо. Ну, пока ему достаточно горшочек. Сильно большой не буду брать. Пусть пока здесь. Полив тоже по мере пересыхания, но верхнего слоя почвы. Ну, совсем вот земляной ком пересушивать не нужно. Вот, нужно выбрать золотую середину. И такое палящее солнце он, конечно, не любит. Но любит светлые места. Потому что если где-то в полутени, он цвести не будет. Такое интересное у него, конечно, название очень. Ой, ну, ему, конечно, земля, думаю, вообще понравится. Я его поливаю, я его в душ ношу даже. Я полностью листочки ему мою. Поливается он у меня каждый день. Очень выпивает. Ну, у него, потому что там одни корешочки-то были. Ну, вот, первого друга я пересадила. Я ему вот эти вот все макушки, вот эти вот веточки, я ему обрезала. Вот обрезала. Ну, мне жалко было резать больше, потому что вот, бутоны прям завязываются. Он у меня стоит, и пока плетье, я хочу, чтобы он свисал у меня. Но буду контролировать его. А так прям, очень такое растение красивое. Второго буду пересаживать, это гибискус. Ну, я его тоже перевалю, корни ему трогать не буду, чтобы он не скинул бутоны. Ну, даже если скинет, ничего страшного, нарастут. Его еще называют китайская роза. Его очень любят цветоводы за его цветение. Конечно, цветочки однодневки, да, но они красиво очень цветут, и они прям, знаете, он начинает свистить с ранней весны и до осени. И он постоянно образует бутоны, и он постоянно в цвету. Любит светлые места, ну, переносит солнечные лучи, но не палящие. Может расти даже в полутени, но в полутени он, наверное, будет лениться, конечно, цвести. У меня есть гибискус большой. Я его, правда, в этом году очень так сильно обрезала, потому что места мало, и прям вообще, ну, а он у меня такой, знаете, разлапистый весь такой был. Он у меня тоже махровый, красными цветами цветет. Ну, красивый, конечно. В этом году, не знаю, он у меня цвести не будет, потому что я его вообще сильно обрезала. Ну, для гибискуса я такую же почву, в принципе, сделаю. Ну, какая вот у меня была. Он любит, такую, знаете, питательный грунт, гибискус любит. Вот как раз ему с лесной землей-то хорошо будет. Здесь у меня в горшочке уже есть дренаж. Я его тоже методом перевалки. Сейчас я в горшочек добавлю земельки. Ну, такой горшочек ему достаточно будет. Больше-то и не надо. И тоже методом перевалочки. У него даже вон там уже вылезли корни. Я его постараюсь оттуда потихонечку перевалить. Ну, он так хорошо, в принципе, идет. Ох, ну, у него тут, конечно, нарастил себе. Прям нарастил. Вот так я его поставлю. Сейчас здесь даже. А, вот так. Он даже и не поймет, что я ему поменяла место жительства. Так, немножко его здесь скину. Почву. Ну, мне нравится тоже это растение. Я, наверное, вообще все растения люблю. Только уж некуда ставить их. А глазами прям пойдешь в цветочный. И вообще глазами все хочется приобрести. Это у меня растение тоже с той же поездки в садовый центр. Я его купила за 550 рублей. Ну, цвет, конечно, красивый. Он цветет красиво очень. И здесь, что еще интересно, что два сорта. Ну, надеюсь, не переродится. Земля мне, конечно, нравится, которую я составила. С ней даже, знаете, приятно работать. Она такая вся такая, какая-то рассыпчатая. Прям хорошая земля. Я думаю, растениям понравится. Ну, все, второй готов. Вот такой вот красавчик. Когда расцветет, я сделаю фотографию и выставлю в сообщество. А теперь перейдем к моей тропиканке. Называется Дуранта. Родом она из Мексики, Южной Америки и Индии. То есть, в лесах тропических она произрастает. Температура, конечно, она не любит холодно, чтобы было. То есть, не опускалась, чтобы меньше 15 градусов. И не поднималась выше 20. Вот такая вот капризная наша тропиканка. Но она очень красиво цветет. Растение, конечно, ядовитое. Ну, то есть, его нельзя кушать. Ну, и так, чтобы попадало где-то на ранку, допустим, когда работаете с ней, лучше одевать перчатки. Ну, они все тропические, я могу сказать. Они все ядовитые. Они все ядовитые, но они очень красивые. Я и приготовила как раз землю такую, какую она любит. Она любит именно, чтобы была часть торфа, лиственная земля, такая плодородная, но рыхлая, чтобы также застоя воды не было. Ну, я также вот здесь вот добавила разрыхлителя, торфа добавила и земелька из леса у меня. Все то же самое. На дно керамзит насыпала. И теперь будем ее пересаживать. Она здесь тоже сидит, кстати, в садовой земле. Ох, придется резать эту баночку. Здесь вот хочу, конечно, растричь стаканчик, потому что как-то она... чтобы не повредить ее корешочки. Вот, прекрасные корешочки. Я ничего убирать не буду. Я даже этот, такие большие камушки такие вот сейчас подкну, чтобы не было... Вот так вот. Вот, все. Да, сейчас я еще смокотика добавлю. Так как я сюда добавила уже земли, и добавлю немножко сыпну вот так вот удобрения. Сейчас перемешаю все это. Она вырастает очень такая большая. Укореняется она, кстати, легко. Я вот здесь вот так вот, наверное, макушку срезала и поставила в стаканчик с водичкой. Можно стаканчик с водичкой, а можно ее так земельку просто и какой-нибудь там баночкой накрыть или пакетиком тепличку, в общем, создать. И она очень хорошо размножается так. Ее еще называют изолистьев березкой у нас цветоводы. У него, смотрите, какие листики, видите? Такие зубчиком. И зелень такая прям насыщенная, такая, знаете? Светло-зеленая вот так вот. А цветет как красиво! Да, и совсем еще забыла. Это у нас растение многолетнее, вечно зеленое и относится к вербеновым. Поливать ее нужно по мере пересыхания верхнего слоя почвы. То есть, ну, поливы летом обильные, а зимой такие умеренные. Ну все, переходим к следующему. Следующее мое растение это клеродендрум уолича, для которого очень важно природное освещение и плодородная почва. И, конечно, для него важны еще подкормки. Родина происхождения этого растения Индия. В народе его, и за его красивое цветение называют фатань-весты или вуаль. У меня есть уже два клеродендрума. Это клеродендрум Томпсона и угандийский. У меня уже тоже есть видео по ним. А вот клеродендрум уолича отличается своим экзотическим видом и своими белоснежными цветами, которые будто покрыты белой вуалью. В остальном культура неприхотливая. И с ним может справиться даже новичок. Это растение многолетнее и растет таким большим раскидистым кустом. Ну, земля для него такая рыхлая, благородная, витаминизированная. Ну, тут у меня уже удобрения есть. Полив он любит умеренный, ну, частый, ну, в летний период. В зимний так, как он, снижается полив, но любит тепло. Любит тепло, рассеянный свет. От прямых солнечных лучей его нужно притенять. И если, например, жарко, да, например, его нужно проветривать комнату, чтобы не было душно. Вот такое растение. Так. Сейчас я здесь углублю, насыплю почвы и углубление сделаю, так как он у меня небольшой. Ну, буду его аккуратно просто поливать. Вот. Корешочки там хорошенькие. Ну, он у меня молоденький, отросток купила. Он у меня стоит на подоконнике. Ну, вот такой вот красавчик. А это вот еще прекрасное мое растение. Это хоя белла. Еще ее называют прекрасное. Вот у меня хоя обыкновенная. Вот видите, листья какие. И вот у этой листья какие. И цветет она, ну, что это, что это, такими фарфоровыми, ароматными цветами. Родина ее это Индонезия, Южный Китай. И еще она произрастает в Австралии. Хоя это суккулент. Так что она не любит, чтобы частого такого, знаете, полива. Вот у нее из-за того, что такие листья, они, в принципе, в себе накапливают влагу. И ее можно даже, вот знаете, пересушить ее. Ее лучше пересушить, чем перелить. А то у нее сразу забнеют корешочки. Посмотрите их поближе. Такие вот. Это тоже прям красиво смотрится. Ну, хоя, как вы знаете, это лиана. И она требует, конечно, какой-то опоры. Вот эти побеги, ну, желательно, конечно, не обстригать. Потому что вот в пазухах, листочках, у нее завязываются бутоны. Ну, это у меня молодые растения. Вот эту хою обыкновенную я с отростка вырастила. В мае мне девочка дала отросток. И я сама укоренила ее в земле. В землю поставила. Три вот здесь у меня. И пакетом закрыла. И она очень хорошо прижилась. И когда я увидела рост, я пакет убрала. И все, она у меня осталась на окне. У меня закончился керамзит. И я вместо дренажа делаю дренаж, в общем, из пенопласт. Ну, его тоже можно, кстати, он тоже хорошо очень подходит. Это, как знаете, НЖ. Ну, вот такая вот она у меня, раз, молоденькая. И я ее хорошо дренажное сделаю, чтобы не перелить. Так, это все убираем. Ну, почва, конечно, идет также рыхлая. У меня все тот же состав. Земля универсальная. Главное, рыхлая. И все. И главное ее не переливать. Вот, я насыпала туда пенопласт. И добавляю теперь в землю. Вот, видите, у меня даже земля сыпется, насколько она рыхлая. Хоя, кстати, еще, она не любит частых пересадок. Это вот тоже очень. И она не любит большие горшки. А все остальное, конечно, освещение. Она любит яркое такое рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи у нее могут пожелтеть листья. Ну, ожог может получиться. Ну, то есть вот такое место, чтобы где-то и солнце попадало. В общем, восток-запад. И все. Цветет она с ранней весны и до осени. Ну, у меня, конечно, еще не цвела роз. Я ее только в мае посадила. Отростком она вот у меня только вот начала хорошо расти. В роз пошла. Ой, как бы вот эту подругу мне. Бывайте. Наверное, я растригу горшок ей. Стаканчик. А чтобы не повредить ей корни. Корешочки очень тоненькие. Молоденькие. С обеих сторон. Корешочки. Она совсем молоденькая. Только прости начала. Ну, и хочу ее сразу в коршот убрать. Ну, корешочки у него там нормальные. Просто стакану мне не нравится, что вот эта вот зелень начинается. Вот что еще отличается сорт, да, от этой обыкновенной. Вот эта хоя прекрасная. Ее не нужно формировать. Ее не нужно обрезать. Она растет прям такими вот раскидистыми. Знаете, как папоротник, типа. И еще вот это все в цвету, ну, просто завораживает. Ну, вот, пересадила. Вот здесь вот у нее уже пошел рост. Как я ее принесла к себе домой, вот заметила, вот пошел рост. Вот моя девочка. Я очень рада, конечно, что она появилась в моей оранжереи. Кое-как нашла ее по объявлению. Съездила прям вечером. Поехала полдесятого вечера за ней. Вот. У меня земля хорошая здесь очень. Я хочу, я немножко стряхнула. Хочу подсыпать хою. Вот она у меня прям, знаете, вот прям сухая стоит. Она, ее не надо часто поливать. Хочу подсыпать ей земель, такой хороший. Думаю, ну, на следующий год-то она точно зацветет. Но я жду еще от нее и в этом году. Я думаю, все равно что-нибудь может зацветет. Укореняется она очень хорошо. Прям вообще, вот отводками, вообще хорошо укореняется. Это на личном опыте проверено. Пересадила всех своих новиночек. Новых обитателей моей оранжереи. Думаю, все будет хорошо. Я буду вас держать в курсе. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!